Значит, мы, по-видимому, поступим таким образом. Я попытаюсь какую-то часть лекции прочитать без экрана, хотя, ну вот, если уж человек начал работать с экраном и планирует это, да довольно сложно будет и некомфортно для вас, в первую очередь, ну и тоже для меня. А если появится вот технологический коллега, то мы тогда, ну, на пару минут прервемся, чтобы запустить демонстрацию и продолжим снова там. Ну, если будет там какой-то разумный момент, может быть, даже сделаем небольшой перерыв. Вот, в принципе, я планирую читать лекции без перерыва, как часто делается. Это не очень легко следить за ходом изложения продолжительную лекцию там, но вот, тем не менее, наверное, это будет оптимально с учетом общей продолжительности пары. Слово пара, оно появилось в русском языке в новом значении за последние 10 лет, примерно, пока вы учились в школе. Вот, меня зовут Алексей Львович Семенов, что, конечно, написано в расписании. Я заведую кафедрой математической логики и теории алгоритмов, поэтому, если кто-нибудь появился здесь на другой лекции, не математической логики и теории алгоритмов, то самое время найти, начать искать правильную аудиторию. Ну, судя по всему, все пришли по назначению. Спасибо. Я, ну вот, профессор нашей кафедры, я Академик Российской Академии Наук, и собираюсь вам рассказать на этой лекции, с одной стороны, о том, чем вообще мы будем заниматься в этом курсе, ну, что довольно естественно, такой обзор в целом, какое место наша область математического знания занимает во всей математике, и какую роль она играет вообще в мире, в частности, в современном мире. Ну, а дальше был, кроме того, план у нас есть позаниматься конкретными вещами, но еще одна общая вещь, о которой я хотел рассказать, это тот способ, каким мы будем заниматься этими конкретными математическими вопросами. И это довольно важная вещь для меня, и я надеюсь, что для всех вас. Ну, поэтому давайте начнем с того, какое место наша область занимает во всей математике. Сейчас я тогда открою у себя на экране. Ну, математика в целом занимается своей внутренней жизнью. Математики придумывают новые определения, теоремы, пытаются что-то доказать. Но все-таки у них есть надежда, что это имеет отношение к реальному миру. То есть эти математические объекты являются моделями чего-то существующего в реальности. И эта надежда, таким поразительным даже для самих математиков, для ученых и для людей в целом, оправдывается. Оказывается, математика странным образом, являясь такой внутренней психологической деятельностью человека, оказывается приложимой к окружающему миру. Ну, вот, например, дифференциальное уравнение, которое, кажется, тоже находится на втором курсе сейчас Мехмата. Это способ описания разных процессов. Процессов движения в поле тяжести, строения, бестрения, вращения планет Солнечной системы, ну и многих других процессов. Это, в основном, такие процессы реального мира, физического, механического мира. Когда мы начинаем заниматься биологией, там возникают какие-то трудности, но, в конце концов, мы разбираемся сначала с химией, оказывается, что там тоже есть какие-то физические законы, управляющие химическими процессами и так далее. Ну вот, математическая логика, ну, часто говорят математическая логика, имея в виду вот оба тех направления, про которые я говорю, математическая логика и те алгоритмов. Я, наверное, буду, как правило, говорить слово математическая логика, имея в виду всю ту дисциплину, которой мы здесь будем заниматься. Она появилась, ну, за последние, там, полторы сотни лет, можно ее отслеживать, как многие другие вещи еще там до Древней Греции. Ну, вот такая, как четкая математическая дисциплина, можно сказать, что ей около ста лет. И возникла она вот из чего. Из того, что математики попытались описать математику, математическую деятельность, описать, что такое математическая теорема вообще. Вот что нужно считать теоремой. Ну, вот есть доказательства. А что такое доказательства? Почему мы верим в те или иные доказательства? Вот это доказательство, а это не доказательство. Как четко, как привыкли математики, формально, математически описать понятие доказательства, доказуемой теоремы, истинной теоремы и так далее. С другой стороны, есть общее представление о вычислении. Вот есть такое вычисление, есть это вычисление, есть некоторые инструкции, как проводить то или иное вычисление. Тысячу лет назад такой арабский, узбекский ученый Аль-Хорезми начал описывать алгебру, начал описывать различные альфметические алгоритмы, и вот от его имени Аль-Хорезми, то есть человек из Хорезма, из нынешнего Узбекистана, появилось слово алгоритм, а из одной из его книжек появилось слово алгебра. Ну вот, математики попытались четко сформулировать, что такое вообще любая вычислимая функция, любой способ переработки исходного данного результата, что такое любая доказуемая формула, что такое определение одного математического понятия через другие. И более практично, что такое более сложные объекты и вычисления, что такое более простые, что такое сложность. Вот так возникла наша дисциплина. Эта работа в основном была завершена около 100 лет назад, и вот появилось представление о том, что же такое вычисление, которое может производить человек в самом общем виде. И дальше, наряду с общим представлением о том, что такое это вычисление, появились некоторые четкие описания в терминах множества, отношений, математических процессов, того, что такое вычисление. Появилось формальное понятие алгоритма. С другой стороны, появилось аксиоматическое описание всей математики. В какой-то момент в нашем курсе, я надеюсь его воспроизвести просто на экране, но если экрана все еще не будет, то, конечно, я думаю, что шутка, потому что я видел, как этот экран работал. У нас было собрание с первокосниками, и они прекрасно видели то, что им говорит наш декан. Я тоже что-то говорил, замдекана Михаил Юрьевич Попеленский, председатель правкома и так далее. Все это было видно вполне, поэтому я очень надеялся, что и сейчас будет работать экран. Ну вот, но возвращаясь к нашей теме, мы говорим о том, что математики сумели все это формализовать математически. Ну, это было бы таким замечательным обстоятельством, но все-таки таким внутриматематическим. Вот интересно, возникло то, что называется метаматематика, математическое описание, как я уже говорил, вот всех этих вещей. Доказательства, вычисления, истины, заодно еще постепенно выяснилось, что такое там случайность и так далее. Но оказалось, что вот то, что придумали математики для своих внутренних потребностей, можно реализовать, ну как иногда жаргонно говорят, в железе там или в кремнии. То есть успехи одновременно физики, химии, технологии привели к тому, что появились электронные схемы. Сначала они работали на том, что называлось электромеханические реле, потом электронные лампы, потом транзисторы, полупроводниковые устройства. Вот с помощью них удалось самые общие алгоритмы реализовать, и появилась современная цифровая цивилизация. Появилась она где-то на, ну можно сказать, на рубеже веков, но не на рубеже веков в данном случае, а на рубеже полустолетий. Вот около 1950 года, ну значит 70 с чем-то лет назад, сначала в Соединенных Штатах Америки, потом в Советском Союзе и Великобритании, примерно одновременно, с разницей в пару лет, появились вот эти самые компьютеры. Ну, там, тогда они в России назывались там электронные счетные машины или как-нибудь. Ну вот, как раз в Советском Союзе параллельно было два больших. Если вернуться к истории вот этой цифровой цивилизации, в которой мы все оказались, и вы в ней уже родились, ну я уже тоже, я родился как раз в 1950 году, когда моя мама участвовала в создании одного из двух первых советских компьютеров. Один из них назывался БЭСом, другой назывался, он был более таким, оборонным военных применений и начал выпускаться серийно, я работал немножко быстрее. О, Михаил Юрьевич, заходи. Это Михаил Юрьевич Попеленский, знакомый вам замдекана механического факультета, замдекана по всему. Ну, вот, так вот, возвращаясь к нашей теме. Да, так вот, как раз создавались эти самые первые два компьютера. В одном из них участвовала моя мама, когда я родился, а в другом Владимир Андреевич Мельников, который впоследствии стал академиком, и заведующим нашей кафедрой, вот, его портрет мог бы быть даже на экране, и вот сейчас кафедрой заведую я. Последнее, что делал Владимир Андреевич, я тоже в этом проекте участвовал, это было создание последнего советского суперкомпьютера. Ну, вы знаете, что есть такая суперкомпьютерная гонка, кто там больше и быстрее. Ну, вот, тогда была попытка перед концом Советского Союза создать наш отечественный суперкомпьютер. Ну, вот это про эту историю. А вообще говоря, все начало происходить очень быстро. Вот если посмотреть на историю человечества, то там происходили такие, можно сказать, информационные революции. Первая была связана вообще с тем, что возникло что-то вроде Homo sapiens, человеческого разума. Ну, люди начали как-то жить, но не внезапно, а в течение сотен тысяч лет. А потом, порядка 50 или, может быть, 100 тысяч лет назад возникла устная речь, когда какими-то устными сигналами, по-видимому, люди начали друг другу что-то объяснять, передавать, учиться, делать вместе что-то. Потом возникла письменная речь, письмо, ну, по-видимому, порядка 10 тысяч лет назад. И вот следующая революция такого же масштаба, это вот революция искусственного интеллекта, которой всего 100 лет. Вот когда те или иные интеллектуальные функции человека мы стали передавать вот этим самым компьютерам, этому самому железу и так далее. Вот с таким ускорением все это происходит. И вот мы сейчас живем в этот момент, и, по-видимому, следующая революция, это будет прямое взаимодействие между мозгом человека и интернетом. Кто-нибудь знает про то, что такое кохлеарный имплант? Здесь нету людей, у которых, у самих или у кого-то из ваших знакомых. Около миллиона людей на земном шаре, которые не могли слышать, сейчас могут слышать, потому что им вживляется такое небольшое устройство вблизи к суховому нерву, которое преобразует звук в электрические импульсы. Но этот электрический импульс человек не может слышать. Но он научается в течение недель, и маленький ребенок, которому год и даже взрослый человек, может научиться довольно быстро эти импульсы перерабатывать нечто, что он воспринимает как звук. Он начинает понимать ушную речь, а музыку он так обычно и не понимает, но вот ушную речь он понимает благодаря этим электронным импульсам. Вот это миллион человек, которые уже напрямую общаются с миром через посредство электронной схемы, которая у них встроена в черепную коробку. Вот, возможно, это будет следующая революция, когда мы будем уже напрямую с чем-то работать, но первым шагом этой следующей революции является ваш мобильник. Если я использую какое-то непонятное вам слово или фамилию, или какое-то событие, то вы можете полезть в карман и достать мобильник, и там это посмотреть. Но ясно, что 50 лет назад это никто сделать не мог, и никто не мог побежать и посмотреть в энциклопедии. Произошло следующее. Ваша психика, ваша личность, ваши мыслительные способности стали расширенными, более расширенными, чем возможность записывать что-то. Теперь вы можете это говорить, ну и ваш мобильник часто довольно хорошо преобразует это в письменный текст, можете что-то искать через, опять-таки, мобильник в интернете и так далее. Принципиально ваши мыслительные способности увеличились, они расширились за счет вот этого цифровой революции, о которой я говорю. Революция искусственного интеллекта. Ну вот, следующая тема, о которой я хотел сказать, это зачем этот курс? Ну вот совсем в общем виде я сказал, что он относится к математическому описанию процессов математического мышления, а на самом деле и другого мышления, вот, все более и более расширяется та сфера, которая подлежит нынче математическому описанию. Но это математическое содержание того, что я говорю. Но еще вот у меня и у сотрудники моей кафедры в какой-то степени разделяют эту мою идею. То, что этот курс может быть существенным для вашего, я бы сказал, может быть несколько, возвышенно-общематематического развития. Не в смысле, опять-таки, вашего понимания философии и математики, это тоже, но это тоже частный вопрос. А более общий вопрос, это ваше умение решать задачи. Ну вот, кому из вас когда-то приходилось решать задачу, которую неизвестно, как решать, поднимите руки. Ну, я думаю, что большинство тех, кто слушает и кто понял вопрос, как раз отвечают, да. Такое было, что вы смотрели на задачу и непонятно, что это такое, непонятно, какой будет ответ. Бывают и другие. Вы смотрите на квадратное уравнение и знаете, надо написать b квадрат минус 4ac, написать квадратный корень, провести черту и так далее. Это задачи, которые понятно, как решать. Но вот еще бывают задачи, которые, как решать, непонятно. На самом деле задачи бывают даже в начальной школе. Опять-таки, можно спросить, кто-нибудь из вас принимал участие в Олимпиаде кенгуру? Ну, тоже многие. Вот. Олимпиаду кенгуру в основном задачки этой Олимпиады придумал мой друг, к сожалению, умерший в прошлом году, Марк Иванович Башмаков. Питерский такой математик. Хороший математик, но он очень много занимался тем, как учиться, как учить. И вот, в частности, Олимпиада кенгуру является одним из его произведений. И вот в этой Олимпиаде довольно много задач было, если бы вы вспомнили, которые непонятно, как решать. Вот непонятно, а потом что-то произошло, и вы это придумали. Поэтому вот это такая важная история про математику. Что математика может даже на простом уровне сложности, даже маленьким детям, давать задачи, которые непонятно, как решать. За отсутствием доски я могу себе позволить, в смысле экрана, больше вопросов создавать аудитории. Кто-нибудь из вас слышал о таких писателях Аркадий и Борис Стругацкий? Ну, не так много, но кто-то слышал. Вот, в частности, они написали такую книжку из жизни младших научных сотрудников, я бы не помню, как она называется. Понедельник начинается в субботу, и там есть дискуссия между Христобалем Хунтой и кем-то еще. Первое имя легче запомнить. Дискуссия в том, что один говорит, что вот эта задача не имеет решения, а другой говорит, ну, так значит, как раз и надо ее решать. Какой смысл решать задачу, у которой есть решение? Ну, вот эта короткая дискуссия, она является отражением той мысли, о которой я говорю, что очень важно решать задачи, у которых совсем нет решения, и у которых, по крайней мере, вы не видите сразу решения. И вот это умение решать задачи, оно не во всех курсах математики воспитывается. Ну, часто мы воспринимаем математический курс какой-то таким образом, что вам рассказывает много доказательств теорем, вы их запоминаете, понимаете, в лучшем случае. Даются некоторые упражнения, которые примерно понятно, как делать, ну, там, обернуть матрицу. Вам это объяснили, вы более-менее разобрались, начинаете ее обращать. И все хорошо, вы сдали зачет, потом экзамен, все в порядке, но при этом вы почти не решали новых задач. Ну, это такой парадокс, потому что, вообще-то, университет, ведущий университет страны, куда вы поступили, Московский государственный университет, это университет, который должен каждого студента научить научно-рабочному, научному исследованию. А исследование – это и есть решение задачи, которое неизвестно, как решать заранее. А этого, на самом деле, в университете учат довольно мало. Ну, хорошо это или плохо, не мне судите, так получается, так история устроена. Но я знаю прецеденты, когда это было не так. Вот такой замечательный математик, который, собственно, создал Московскую математическую школу, которой мы все принадлежим, и ректор Московского университета Виктора Антоновича Адовнича, и многие другие, и заведующий нашей кафедрой Андрей Николаевич Калмогоров, который заведовал ей до меня. Вот Московская математическая школа была создана Николаем Николаевичем Лузиным, и он часто в своих лекциях, которые были для 30 человек, для 10, для 5, для 60, он как раз в какой-то момент останавливался и говорил, я что-то тут запутался, может быть, кто-нибудь сейчас расскажет, как это можно доказывать. Ну и кто-то из студентов вызывался, и он доказывал ту или иную теорему. Вот, эта традиция продолжалась, возникли математические олимпиады в начале 30-х годов, математические кружки тоже в середине 30-х годов в Москве и в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. И на математических кружках, наверное, многие из вас бывали и на кружках, кто-то заканчивал математические школы, сейчас я к этому еще перейду, как раз приходилось тоже решать новые, неожиданные, непривычные задачи. Так устроен хороший математический кружок. Вот эти кружки продолжились после войны, после Великой Отечественной войны, и многие замечательные математики тоже выросли в кружках, ну а потом там на мехмате, в общении с профессорами, с тем же самым Андреем Николаевичем Колмогоровым, о котором я уже упоминал. И потом оказалось, что руководству страны полезно было бы как-то поддержать математику и физику, и возникли такие специализированные математические школы. В частности, возникли школы-интернаты при университетах. Они назывались физико-математическими, но после того они, конечно, в большей части были математическими, хотя бы часто там бывали интересные курсы и по физике. Тут давайте все-таки я спрашиваю, сколько народу из интернатов, из московского, там, Свердлово, Екатеринбургского, не так много. Вы из какого? А? Из Солнца. Ну все они Солнцы. Все эти самые, было созданы четыре интерната, все они назывались, потом их переименовали в Солнце, сначала назывались физико-математические школы-интернат при университете, при Новосибирском, Киевском, Ленинградском, должно быть четыре, и московском, ну да, четыре университета. Вот. Потом возник Екатеринбургский, еще тогда Свердловский университет, вот это те самые Солнцы, которые реализовывали эту самую идею математики, ну и какое-то количество школ, тоже в Москве в том числе. Вот в одной из этих школ, не так далеко расположенной, на улице Кропской, я учился когда-то, потом там преподавал, учил детей, и все это происходило, вот все эти школы, где действительно детям предлагалось, школьникам, предлагалось решать задачки, и таким образом самостоятельно строить математику, связанную с именем Николая Николаевича Константинова, такого замечательного великого человека, последние годы он работал в 179-й школе, ну, который вот как раз в какой-то момент я воссоздал, воспроизвел, именно для того, чтобы в ней работал Николай Николаевич, я был тогда ректором некоторого института в Москве, и вот все это очень последовательно Николай Николаевич реализовывал, именно как тоже представитель этой самой московской математической школы. Происходило следующее, в течение двух лет, те, кто учился, это подтвердят, какая-нибудь область математики, например, математический анализ, но не обязательно, дети строили ее сами. Просто все теоремы брали, доказывали, решали, как задача. И оказалось, что это получается, медленнее, то есть за два года они проходили примерно первый семестр мехматского курса матанализа, но при этом они делали его сами. Уже потом я понял, что это не только российская традиция, вот такой замечательный математик, Пол Халмаш, он родился в Венгрии, но его родители, когда ему было 10 лет, переехали в Соединенные Штаты, поэтому, в общем, математик, он, конечно, американский, вот, он в какой-то момент сказал, я зачитаю, хотел показать, конечно, его портрет, то есть лучшим способом изучения математики является ее делать. Лучшего способа никто не придумал. Ну, и это совпадает с той традицией математических школ, матклассов, о которых я сказал, в какой-то степени интернатов, но, Сунцей, Сунцов, но не похоже совсем на школьную математику и не всегда похоже, так поражаюсь, обтекаемо на мехматскую математику. Так вот, возвращаясь к нашему курсу и к отсутствующему экрану, значит, наш курс является попыткой дать вам возможность, не обязанность, а возможность, часто возможности в обучении прообразуются быстро в обязательства, возможность самому доказать все теоремы курса. На самом деле, все вещи, которые я собираюсь рассказывать, они представлены в виде задач, в интернете есть этот задачник, и вы сможете на него посмотреть, и решая эти задачи, вы просто докажете все великие теоремы, до какого-то уровня, как все великие теоремы матанализации. Конечно, потом тоже есть, и в нашей науке, конечно, постоянно возникают новые теоремы, но все такие главные теоремы, теоремы Гёдли о неполноте, теоремы о полноте, наоборот, теоремы компактности и разные другие великие утверждения вы сможете доказать сами, просто делая, решая задачки. К этим задачкам будут указания, и поэтому можно, используя указания, тоже что-то понять и сделать. вот, решения тоже написаны, напечатаны, размещены в интернете, и, конечно, можно, поняв, что задачка не получается, прочитать это решение, разобраться и начать его читать, сказать, ага, я понял, как делать дальше. И это такой отдельный жанр, то есть есть такой неприемный спектр в этой самостоятельном делании математики. Самый лучший вариант, просто посмотреть на утверждение теоремы и понять, ага, вот так ее нужно делать. А, значит, вариант прочитать указания тоже. И дальше вариант, ну, прочитать решение и разобраться в нем, что тоже возможно. Значит, вот такие есть модели освоения нашего курса работы в нем в формате решения задач. Я был бы очень рад, что вы эти задачи решали, но дальше, если вы решаете, надо вам помогать что-то объяснять, обсуждать с вами вас, консультировать, как это говорится, ну и принимать у вас решение, выслушивать вас. Это не такое простое дело, но мы попытаемся это дело организовать. Спасибо вам огромное, а то мы решили, что вы уже запилили, заболели. Чего не было? Вы мне сказали, что в расписании с первой пары, и я вас предупредил, что я с первой пары буду здесь. Вот. Ну вот, значит, так вот, это вот про задачности, вам будут помогать преподаватели нашей кафедры, которые будут вести упражнения в ваших группах. Организация ваших занятий у них будет такая индивидуальная, вот в какой-то группе сегодня уже будет первое занятие, там Татьяна Леонид-Еворская ведет занятие, но везде вот будет возможность вам эти задачки вместе порешать, обсудить преподавателем, извините за название, семинаристом, который ведет вас упражнения, и соответствующим образом осваивать нашу науку, математическую логику и теорию алгоритмов. Вот это про формат и режим наших занятий. Здрасте. В котором мы будем функционировать. А что мы дальше собираемся делать? Ну, во-первых, как раз прошло какое-то время, и мы можем устроить тот самый небольшой технический перерыв, но, может быть, даже не стоит расходиться, потому что времени у нас будет мало совсем, я боюсь, что мы не успеем. Поэтому я еще несколько слов скажу о том, что будет происходить дальше. Значит, дальше будет происходить следующее. Я постараюсь напомнить некоторые понятия из таких совсем элементарной теории множеств. Ну, считается, что вы все это знаете, но на всякий случай, во-первых, полезно напомнить, во-вторых, полезно совместить 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 терминологию, чтобы у нас с вами было общее какое-то терминологическое поле. и вот этому будет посвящена эта часть лекции, но в ней будут и некоторые задачи, естественно, пока я задач вам не давал. Да, кстати, среди задач будут еще упражнения. Вот, в отличие от тех задач, которые неизвестны, как решать упражнения, это, ну, так сказать, на понимание определений. Вот у вас написано определение, дальше надо привести пример объекта соответствующим этому определению. Тоже не всегда очень просто, но это обычно такая несложная история или соединить две известных задачи в одно утверждение. Так или иначе, эти задачи такие упражнения, они бывают попроще, ну и вот тоже они будут встречаться среди ваших задач. Значит, и так мы поговорим про теорию множеств и там, ну, будут, будет одна из, будет такая, сначала такие школьные задачки для разгона, пару задачек будет, потом будет задачка про несчетность последовательности из нуля единиц. Кто знает, что последовательность из нуля единиц несчетное количество? Ну, так. Ну, я бы не сказал, что большая часть аудитории. Спасибо. Не сказал бы, что большая часть аудитории, но многие слышали. Вот. А кто знает, как это доказывается? Ага. Ну, примерно близкое количество людей. А кто придумал это сам? Вы придумали? Потрясающе. Нет, это не вы, а вот вы. Значит, нет, не вы. Вот. Ну, я думаю, что если вы как раз подумаете про эту историю, про несчетность множества действительноных чисел, то вы поймете, про что я говорю. Человек, который придумал это сам, он точно что-то в жизни приобрел. Он сам понял, что это множество несчетных. Ну, вот, я вот вспомнил эту историю, доказательство несчетности множества нуля единиц, и вот замечательную идею, которую, конечно, очень жалко, если ты придумал не сам, а тебе ее рассказали. Идея там такая, рисуется бесконечная таблица, в ней рисуется последовательность нуля единиц, потом берется, что берется там? Диагональ натуральна. Вот. Ну, и в этой диагонали что мы делаем? Да. Мы меняем нули на единицы, единицы на нули, и получается, что то, что написано на диагонали, ни в какой строчке не присутствует. Это вот одна теорема, которую мы вот сейчас обсудили, и обсудили без доски, на самом деле, вот, без экрана. Другая теорема, которую как раз я планировал с вами доказать, то есть доказать, в том смысле, что вы, что на самом деле рассказать некоторое, некоторое доказательство, это теорема вот какая. Если есть два множества, и можно первое вложить во второе, а второе вложить в первое. Ну, что такое вложение, наверное, вы можете тоже вспомнить. Ну, я по этому тоже скажу. Тогда на самом деле между этими множествами можно устроить взаимодозначенное соответствие. Кто-нибудь слышал про это? Многие слышали, да? А кто знает, как это доказывается? Да, может доказать. Да-да-да, это все из матанализа, совершенно верно. Я надеюсь, что у вас был хороший курс матанализа. Вот. Но, тем не менее, мы это доказательство тоже вспомним. Я постараюсь рассказать некоторый способ объяснения этого дела, где не буду использовать совсем никаких формул. Ну, не потому, что не было экрана, а по разным другим причинам. Ну, вот, сейчас я тогда пролистаю презентацию быстренько, и мы с вами посмотрим, что у нас здесь есть. Ура! Спасибо. Вот, это был Михаил Юрьевич Польпельянский, как вы можете догадаться. Вот. Да, значит, я сейчас пролистаю все это хозяйство. Вы примерно знаете, что здесь должно быть. Вы про это все уже слышали. Вот портрет Халмаша появился. Вот портрет Николана Николаевича Константинова. Вот. Да, я, кстати, тут собирался сказать, что вот так задачкой мы пытались заниматься, я и мои коллеги пытались заниматься в мае этого года в Сириусе. Там были хорошие, 10 хороших 10-ти классников, 11-ти классников из разных городов, там, из Новоуральска, из Кургана, из Томска, там, и так далее. И вот мы с ними пытались сделать задачки математические, ну, вот на уровне вполне таких исследовательских работ. И вот сейчас они более-менее это завершают, и мы напечатаем это там в докладах Академии наук, там, в лучшем математическом журнале, где публикуются разные новые результаты, которые они сделали сами. Да, это про задачки. Да, значит, вот здесь есть у нас такой канал в Телеграме. Ну, мы все это постараемся до вас там довести, и на упражнениях в том числе тоже. Вы можете там сфотографировать. Тут нет QR-кода, мы там не поместили его по ошибке, но есть, по крайней мере, можно набрать. Вот, так. Ну, да, я здесь пытался сказать еще, что на самом деле вот это умение решать задачи, оно вообще полезное жизненное умение. Оно не только внутриматематическое, но и вообще полезно и в программировании, и в разных других областях человеческой деятельности. Кроме того, я говорил о перспективах работы у нас на кафедре, там, ну, как вы знаете, в конце как раз вашего курса происходит распределение по кафедрам, может быть, мы какую-то деятельность будем вести с кафедры вычислительной математики, в частности, там, у заведующего кафедрой Михайловича Кобелькова есть идея разобраться с тем, как будут работать квантовые компьютеры, может быть, мы этим займемся. У нас есть своя такая мехматская магистратура, которая ведет наша кафедра по цифровым технологиям и искусственному интеллекту. Вот, спрашивают часто, что читать, но вот оптимально читать тот самый задачник, где есть решебник, про который я говорил, и мы вам объясним, как его читать и где. но есть хорошие книжки, например, в качестве дальнейшего чтения, где намного больше материала, чем есть в курсе, есть книжка вот людей с нашей кафедрой, Николай Николаевича Верещагина и Саши Шеня, которые тоже свободно доступны в интернете, там можно там все это найти. Там немножко другая будет терминология, терминология меняется, и вот терминология, которая у нас была в прошлом веке, она трансформировалась, ну вот, тем не менее, с этим тоже можно разобраться, а может быть, мы как-нибудь вам с этим поможем. Ну вот, дальше было про эти самые, то, что, да, пожалуйста. Можно задать вопрос, говорите о задачнике, что это комплекс задачник, как он называется, и он его где-то найти? Да, конечно, это в точности задачник нашего курса, найти его можно в интернете, в частности на сайте кафедры, и как раз преподаватели, которые ведут упражнения у вас, вам с этим помогут, но если вы просто пойдете на сайт нашей кафедры, я думаю, что мы, что там уже сегодня можно будет найти, где лежит этот задачник. Мы хотели выложить сейчас как раз две первых лекции, и вы сможете там это найти. Вот, ну вот, значит, ну вот, опять-таки, да, вот эта самая история про Шене и Верещагина. Вот, ну вот, пойдем дальше. Значит, ну вот, эти самые начальные понятия теории множеств, я туда их пробегу быстрее, чтобы как-то вписаться. ну, упомяну, что вот идея, что можно всю математику выстроить, исходя из одного понятия множества, там, принадлежности, равенства множеств, она принадлежит такому математику, Георгу Кантеру, родившегося в Санкт-Петербурге во второй половине 19 века, потом работавшего в Германии, и он более-менее вот все правильно описал, что-то он пытался потом там доказать, что-то доказал правильно, что-то неправильно, но в конце концов из этого и возникло современное представление о том, как нужно устраивать и обосновывать всю математику в виде теории множества. Вот, вот портрет Кантера здесь имеется. Я буду стараться ориентироваться на этот экран, тогда давайте мы его все-таки попробуем дальше продвинуть. Значит, дальше двигаемся. Да, ну вот задачки, такие сейчас простенькие задачи, как раз взятые из книжки Верещагина и Шеня. Ну вот, старейший математик среди шахматистов и старейший шахматист среди математиков. Это один и тот же человек или разные? Какие есть идеи? Один и тот же, да? Вот. А лучший математик среди шахматистов и лучший шахматист среди математиков один и тот же или разный? Ну, да, может быть, конечно, один и тот же, если вообще есть ровно один математик, и он же шахматист, то, конечно, это все будет одно и то же. Но может быть и разный, конечно. А в чем разница? Вот почему эти задачки оказались разными, имеют разные ответы? Ну да, спасибо. Значит, первая задача параметра был один, а у второй задачи их два. Ну вот тут еще одна задачка, я не буду на ней останавливаться, потому что у нас время немножко сократилось. Ну вот, понятие отношения. Нужно как-то комментировать или все здесь тоже понятно? Ну, что да, значит, ну вот бывают такие двухместные отношения, тоже называются они бинарные, это отношения между элементами двух множеств, а отношения это просто подмножество прямого произведения. С другой стороны, можно сказать, что отношения это такая функция, которая некоторым парам ставит соответствие истину, а некоторым ставит соответствие ложь. Или ноль и единица. Можно сказать, что это характеристическая функция отношения. Двухместные отношения часто бывает полезно реализовать в виде графов, но графы у вас тоже были, я надеюсь, вы этим как-то занимались. Что такое взаимодозначенное соответствие или изоморфизм множеств? Кто-нибудь произнесите громко. Что это за такое отношение? значит, есть два множества А и Б, когда отношения между ними являются изоморфизмом. да, только громко, если можно. Да, был вопрос, что такое изоморфизм, взаимодозначенное соответствие между двумя множествами. Сохраняй отчет. Да, значит, ну, понятно, в общем, это как раз проблема скорее терминологическая. Вот, то, что вы сразу не можете это вспомнить и сообразить, значит, вот здесь есть картинка, да, на картинке видны стрелочки, идущие из одного множества в другое. Как можно сказать в терминах стрелочек, что такое взаимодозначенное соответствие? Значит, из каждой точки слева выходит какая-то стрелочка. Да, в каждую точку справа что-то входит. Нет вот такой ситуации, чтобы из одной точки выходило две стрелочки, и нет такой ситуации, чтобы в одну точку входило две стрелочки. Понятно, да? Можно записать это формулами. Значит, это и будет взаимодозначенное соответствие. Счетное множество, это как раз множество, у которого есть взаимодозначенное соответствие с натуральным рядом. Вот. Ну, так. Вот. Ну, вот здесь эта самая картинка, которую мы обсудили, про то, что множество последствий нулей единиц несчетных. Да? Вот. Мы с вами эту задачу вспомнили. Вот. Ну, вот среди двухместных отношений выделяются некоторые с особыми свойствами. Ну, вот, например, есть отношение эквивалентности. Вот здесь выписаны свойства этого отношения. Ну, и названия, которые для них обычно употребляются. Напоминать нужно или примерно понятно? Непонятно. Значит, свойства, которые называются рефлексивность, это значит, что всякий элемент находится в этом отношении с самим собой. Ну, если употреблять уже слово эквивалентность, себе эквивалентен. Транзитивность, если что-то эквивалентно чему-то, а это следующему, то можно замкнуть эту цепочку. Такой транзит возникает. Вот. И симметричность. Если А эквивалентно Б, то В эквивалентно А. Вот такая несложная задачка. Сейчас мы не будем ее тоже разбирать здесь, но такая промежуточная между упражнением и задачкой. Все-таки надо четко понять, что доказывается, потом это доказать, что задание эквивалентности, то есть такого отношения, это то же самое, что задание классов эквивалентности. Что такое разбиение на классы эквивалентности? Значит, разбиение множества на подножество. Это что значит разбиение? Что это значит? Это значит, что все множество, представим, в виде объединения своих кусков, эти куски не пересекаются, и они покрывают все множество. Если есть эквивалентность, то из нее можно сделать такое разбиение на классы эквивалентности. А если есть разбиение, как получить эквивалентность? Эквивалентность это просто принадлежать одному классу. Если есть разбиение на классы, то быть эквивалентными это принадлежать какому-то одному и тому же классу. Это так из классов делается эквивалентность. Следующее – это отношение порядка. Здесь устроено вот как. Тут тоже есть рефлексивность, ну, больше или равно, или меньше или равно. Тут тоже есть рефлексивность, есть транзитивность. Ну, тоже вы к этому привыкли. А вместо симметричности, наоборот, берется антисимметричность. То есть, бывает так, что х меньше равно у, как х меньше равно х, но это значит, что они просто равны. Вот. Вот это частичный, или, значит, частичный при этом не строгий порядок. Почему частичный? Мы вовсе не говорим, что любые два элемента можно сравнить, что один окажется больше другого или меньше другого. Теперь возникает это самое. Если есть отношение не строгого порядка, то можно создать отношение строгого порядка. С одной стороны рассматривать просто меньше, с другой стороны. Бывает отношение уже, как мы это называем, линейного порядка, да. Бывает отношение линейного порядка, но вот когда все выстроено, так сказать, в одну линейку, любые два элемента можно сравнить. Частичный порядок, например, подмножество какого-то множества, конечного или натурального ряда, образует, они образуют частичный порядок по какому отношению? Ну, включение, да. Просто по отношению включения. Линейного порядка, конечно, они не образуют. Ну вот, а линейный порядок – это более обычная история. Вот, теперь есть определение дерева. Значит, имеется корень. В корень, и такой граф, в корень никакая стрелка не ведет. Дальше, во все остальные вершины, кроме корня, ведет одна стрелка, да. Ровно одна. Ну, вот это называется деревом. Деревы бывают бесконечные. Вот там такое простое утверждение, которое называется Лемма Кёнига. Значит, есть бесконечное дерево, и степени всех вершин конечны, тогда там есть бесконечный путь. Кто это умеет делать? Хорошо? Никто. Вы умеете примерно, да? Тогда подумайте сейчас, попробуйте эту задачку решить. Я, может быть, дам кому-нибудь микрофон. Значит, итак, есть дерево, оно случилось бесконечным. Там есть бесконечное число вершин. Но из каждой вершины выходит только конечное число ветвей. Тогда, почему в нем есть бесконечный путь? А путь это что такое? Ну вот, понятно, вершина, 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 вершина. Линейная последовательность как раз. Так, кто может это рассказать? Можно начать спорить и потом спрашивать про нашу стрелку конечное число вершина, а только из тех, как говорится. И если мы вырубим, как говорится, что этот совет был бесконечным всего вершин, то получается, что вы компания вызывал, что у нас и из решинцев, то есть и из стрелки, было бесконечное число ветвей. Потом, получается, мы могли бы попасть на вершину, а потому что это взлет, и я говорю, что это все, и что подобное. А это взлет, где здесь решили, потому что все конечное. Да, спасибо большое. Это прекрасный пример решения, которое человек на месте сообразил или вспомнил, но вот рассказывает так, как это получается. Конечно, часто эти решения бывают неоптимальными, поэтому я повторю, что было сказано. Значит, возьмем корень, из него выходит конечное число вершин. Возьмем деревья, которые начинаются в каждой этих вершин. Если все деревья конечные, то, значит, и все дерево было бесконечное. Значит, по крайней мере, одно из деревьев, начинающихся в следующей за корнем вершины, бесконечное. Перейдем туда. Посмотрим на следующие вершины. Их конечное число, конечное число деревьев. Среди этих деревьев, начинающихся на втором шаге, есть одно, по крайней мере, бесконечное. Перейдем туда. Этот процесс не может закончиться. Ну вот, это лемма Кёнига. Она, конечно, простая, но она нам еще пригодится. Вот, теперь функции. Не буду здесь говорить подробно, времени уже действительно очень мало. Скажу только, что мы считаем, что функция – это специальный вид отношения. Ну, вам это, конечно, тоже говорили. Что такое функция? Это множество пар. То есть, некоторое двухместное отношение. Ну, вот, среди функций бывают эти самые, там, инъективные, сюръективные, бывают биективные. Ну, вот, наверное, какая терминология такая у вас была тоже на эту тему. Ну, вот, теперь у нас осталось как раз несколько минут, чтобы доказать терему Кантера Бринштейна или вспомнить его доказательства. Вот. Значит, итак, что у нас дано? Ну, значит, представим себе, что у нас есть два множества. Левое – оно синее, и правое – зеленое. Добрый день. И есть вложение синего в зеленое. Ну, вложение… Вот, термин по отношению к функциям. Да, это как раз значит, что есть взаимно назначенные соответствия, но между, не между двумя множествами, а между, как раз, синим и частью зеленого. Есть вложение зеленого в синее. Тоже могло получиться не все синее. А нужно построить взаимно назначенные соответствия между всем синим и всем зеленым. То есть построить би-экции синего и зеленого множества. Вот мы сейчас это попытаемся сделать. Ну, заметим, что могло быть так, что какие-то стрелки шли в две стороны. То есть, вот, при синем отображении из синего, синие точки получалось зеленое, и из той же самой, из этой зеленой точки получалось та же самая синяя. Ну, такая нормальная ситуация, ничего в этом плохого нет. Наоборот, даже хорошо и удобно, потому что это часть того, что мы хотим построить. Вот. Теперь, что мы будем делать? Мы будем стараться некоторые зеленые стрелки заменять двусторонними. И, кроме того, будем убирать некоторые синие стрелки. Ну, почему мы будем этим заниматься? На самом деле, довольно легко догадаться, что у нас, собственно, другого строительного материала и нет. В конце концов, мы должны построить некоторые взаимно назначенные соответствия между синими и зелеными объектами, так, чтобы в нем участвовали все синие, все зеленые. Но ничего, кроме синих стрелок и зеленых стрелок, нас исходно нет. И вот мы будем некоторые синие убирать, а некоторые зеленые делать двусторонними. Посмотрите, что у нас было в самом начале. У нас были такие зеленые точки, куда ничего синего не шло. Вот с этим мы и будем работать. Мы возьмем и для всех этих зеленых точек проведем стрелку в обратную сторону. То есть, что из синей теперь идет в зеленую тоже стрелка. Ну, это, конечно, хорошо, но до этого из синей стрелка куда-то шла. Значит, двустороннюю стрелку мы получили. Вот те самые зеленые, которые у нас были сначала, мы закрыли чем-то. Но получилась неприятность. Она состоит в том, что из синих точек раньше что-то шло. Давайте это выкинем. Значит, мы добавили какую-то стрелку, она стала двусторонней. И мы выкинули те стрелки, которые раньше шли из синих точек. Те двусторонние стрелки, которые у нас были с самого начала или появились раньше, они никуда не исчезли. Они все сохраняются. Зеленые стрелки тоже сохраняются. Некоторые из них стали двусторонними. А вот синие стрелки, некоторые исчезли. Но это беда. У нас появились опять зеленые точки, куда ничего не идет. Что можно с ними сделать? Я не слышал. Если это какая-то непонятная, давайте попробуем искать микрофон. Можно провести стрелку из этих точек обратно в синие? Ну да, ну да, конечно, да. Спасибо. Можно из новых зеленых провести обратно в синюю, сделать ту же самую операцию, с которой мы начали. Значит, мы некоторые зеленые стрелки заменяем на двусторонние. Ну и опять получается неприятность. Мы провели синюю стрелку назад, но там были раньше синие стрелки. Ну вот теперь мы уже знаем, что с ними делать. Надо их выбросить. Вот сделаем эту операцию бесконечное количество шагов, счетное количество шагов. На каждом шаге у нас исчезали какие-то синие стрелки, но добавлялись какие-то двусторонние стрелки. Собственно, и все. Давайте поймем, почему у нас получилась биекция, или выразим сомнение, что здесь не сходится. Значит, почему у нас из каждой синей стрелки что-то выходит? Из синих стрелок у нас на каждом шаге мы выбрасывали некоторые стрелки, идущие из синих. Но точно перед этим мы для всех этих синих точек делали двусторонние стрелки. Значит, у нас все синие стрелки, все синие точки обслужены. Чуть более тонкий вопрос, по крайней мере, на первый взгляд, более загадочный. Почему во все зеленые что-то приходит? Почему во все зеленые что-то приходит? Почему во все зеленые что-то приходит? Ну да, значит, у нас на самом деле зеленые стрелки бывают двух сортов. А один сорт – это те зеленые стрелки, те зеленые точки, которые у нас возникли по ходу дела. По ходу дела мы могли затронуть какую-то зеленую точку. Но раз мы… От чего она возникла? От того, что в нее не шло синих стрелок. Но в этот самый момент мы немедленно проводили из нее стрелку, смотрели зеленую стрелку и проводили синюю стрелку. У нее не было, у нее не шло синей стрелки, и мы ее провели. Значит, поэтому те, которые по ходу дела затрагивались, зеленые точки, они получили свою стрелку в них синюю. А те, которые не затрагивались с самого начала, почему они не затрагивались? Ну, потому что в них уже шла синяя стрелка. С самого начала мы брали те точки, куда не шла синяя стрелка, и с ними всеми разобрались на первом шаге. Ну вот, значит, поэтому остались у нас вот эти самые еще синие стрелки. Можно из них сделать тоже двойные. А от тех зеленых, которые там были, избавиться. Значит, вот так выглядят доказательства. Ну, я думаю, что если вы возьмете любую книжку, или свой конспект лекции, где это доказывалось, вы найдете там множество формул. Там писалось F, G, H, F-1 и так далее. Ну, было ощущение, что не то, чтобы большинство из присутствующих помнило это доказательство. И взялось бы сейчас написать все эти буквы. Я просто показал, как это делается, именно на уровне того, что есть некоторый образ того, что происходит. То, что вы придумываете сами, когда вы решаете задачу, и потом начинаете записывать с помощью слов, значков и так далее. Хотя исходная картинка довольно понятная. Давайте еще раз посмотрим, в чем она состояла. Вот, у нас имелось два вложения. И возникала трудность, состоящая в том, что у нас есть зеленые точки, куда не идет никаких синих стрелок. Мы пытались с этой трудностью бороться. Возникала история про Тришкин-Кафтан, такая башня Крылова. Вот, мы делали двустороннюю стрелку, зеленую и синюю, одновременно. Но нам приходилось тогда отказаться от каких-то синих стрелок. Опять возникали зеленые точки, куда ничего не идет. Но, проделав это бесконечное число шагов, мы понимали, что вот эти двусторонние стрелки все накапливались или накапливались, удобные для нас. Синие стрелки исчезали, но ничего страшного, все равно из каждой синей точки что-то шло. А в конце концов, мы получаем вот ту картинку, которую хотели. То есть, что у нас имеются двусторонние стрелки, соединяющие все синие со всеми зелеными. Ну, вот так это устроено. Ну, вот последнее, что возникает, вопрос такой. Пусть есть любые два множества. Правда ли, что всегда одно из них можно вложить в другое в качестве подножества? Но они, конечно, могут быть разные. Одно очень большое, или даже не очень большое, а действительные числа. Другое поменьше, натуральное. Вложить натуральное в действительное можно. Но обратно, конечно, нельзя. Это мы говорили про нуля единицы. А верно ли, что всегда можно из двух множеств одно вложить в другое? Как вы думаете? Да. Ну, вот в следующий раз мы будем этим заниматься. Мы разберемся действительно со вполне управляющими множествами и аксиомой выборов. Ну, и последнее, что очень естественно, конечно, было бы представлять весь план курса. Ну, по существу план лекций, который у нас происходит. Значит, вот сегодняшняя лекция у нас относительно благополучно закончилась. На следующей лекции у нас будет вот это самое вполне управляющие множество аксиома выбора. Вот. Потом мы приступим, собственно, к математической логике. Это язык логики отношений, структуры, в которых мы рассматриваем значение формулы этого языка. Как строятся формулы, как им приписывается значение. Ну, давайте подождем все-таки. Вот не собираться и не шуметь. Давайте мы дослушаем лекцию и потом будем собираться. Вот. Дальше будет такая тема модальная логика. Это тема про то, как можно говорить не только про истинную ложь, а про что-то более сложное. Там про возможность, доказуемость, необходимость и так далее. Скорее всего, эту тему прочтет Настя Анаприенко, которая у нас главный специалист на кафедре по модальной логике. Ну, дальше буду я снова читать лекции, конечно. Вот. Дальше такая знаменитая теорема Тарского, Лизенберга-Тарского, про то, что проекции полулагебраических множеств полулагебраичные. Другими словами, что если есть система уравнений неравенств в действительных числах, то с какими-то коэффициентами неопределенными, то можно условия существования решения записать в виде полинемиальных условий на коэффициенты. Ну, например, что квадратное уравнение имеет решение, это В квадрат минус 4 АС больше равняется 0. Но это для любых уравнений, для любых систем и так далее. Дальше мы начнем заниматься теорией моделей, ну, то есть взаимоотношения между множествами высказываний и теми структурами, где они истинны. Ну, я быстро тогда произнесу, значит, что у нас там будет еще. Вот. Дальше мы будем заниматься тем, что называется, полными теориями, в которых все слышно, нет или вообще света нет? Я понял. То есть не только микрофон, но и электричества нет. Но я, тем не менее, все-таки докончу свою лекцию. Значит, у нас будет рассказ про полные теории и нестандартные модели. Что такое нестандартные натуральные числа? Как их себе представить, что есть бесконечно большие натуральные числа? Потом мы будем говорить про то, как определяются одни отношения через другие. Про определенности будет доказана такая термополноты, что то, что не определяется, можно с помощью автоморфизмов структур выяснить. Дальше мы просто... Я расскажу, что такое математика, а именно вы увидите, как выглядит теория множеств, в которой есть, собственно, аксиоматическое построение математики. Теория множеств, термела Фрэнклиса, аксиомы выбора. И будет доказана теорема Гёделя о том, что обязательно чего-то верное доказать не удастся. Дальше мы перейдем к теории алгоритмов. Будут общие понятия алгоритмов и исчислений. Я про это сегодня уже немножко говорил. Общее понятие исчислений не такое популярное понятие, но мы с ним, тем не менее, разберемся. Будут некоторые такие классические теоремы из качественной теории алгоритмов. Будет, например, пара знаменитых алгоритмических проблем математики, типа десятой проблемы Гильберта. И в конце будет сложность, сложность объектов и вычислений. Сложность объектов ещё называется Калмогоровской сложностью. Её придумал Андрей Николаевич Калмогоров. И будет сказано про проблему перебора, одну из проблем тысячелетия и так далее. Вот так выглядит наш курс. Ну, из таких важных базовых понятий и теорем математической логики. Да, я тут пропустил теорему построения модели, когда как раз погас свет. Ну, вот теорема построения модели, теорема компактности, это будет то, что тоже входит в курс. Всё, спасибо всем большое. До свидания.